Пишем с материалом. Да я сам знаю, что писать. Ознакомлен. Я сам знаю, что писать. Путём фотографирования. Вы не волнуйтесь, я знаю, что писать. Пишите. Вы позволите? Да пишите. Полный дождь. Ну, пыталась мне диктовать, что мне надо писать. Я говорю, не надо, я сам знаю. Разрешите вам пояснить? Да, пожалуйста. Дело было так. Здесь нету дела. Там вообще ознакомливаться, в принципе, не с чем. А вы не получали? Ничего не получил. Ничего не получил. Без этого никак? Нет, никак. А тут какая-то уголовная ответственность. Я не понимаю. Я порчу. А я никогда не порчу. Я не буду с вами спорить, вы отвлекаете моё рабочее время. Без этого никак? Нет. Дело всё прошло. На каких нитках? Здесь не нужно печать и подпись. Разве? Конечно. Меня будете учить, как рот нужно работать, да? И каждый документ здесь никогда не прошивается, не заверяется. Никогда? Только когда дошло. Такая инструкция, конечно. Давайте не будем у меня ничего спрашивать. Вот такую штуку мне подсовывают не первый раз. И каждый раз её убирают. Скажите, отказываюсь, всё, я уйду. Я сейчас буду другие действия проводить. А вы хотите уйти? Да. То вы ознакомливаете, то не ознакомливаете. Это вообще не моя работа. Мы отвечаем за это дело. У нас такой порядок. Вы опасаетесь, что я испорчу дело? Нам расписку дайте. А, мы с вами знакомы. Да, мы с вами знакомы. На мой взгляд, это вот, прежде чем с вами разговаривать, вот с вас надо такие расписки брать. Могу? Да, пожалуйста. Благодарю. В следующий раз надо срок отсидеть, да, чтобы познакомиться с материальным делом. Так что ли? Прибито на скрепку. Просто я не понимаю такой реакции. Что-то они нервничают, что-то они нервничают. Они что-то это, прикол какой-то поймали. Ну, такая вот кухня, понимаешь? Сургутская городская кухня. Не досолили, короче. Ну, тут она поняла, что развести не получится. Начала нервничать. Повышать голос. Ну, с улыбкой уже, понимаешь? Ура! Ура! Вексель испортили, да. Ценность. Value. Accept for value. Ну, да. Получается, вот король Елена Петровна, Бурловский и Амельченко встряли из-за этих надписей. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. 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 Ознакомьтесь с материалами. 420-й Бурлуцкий. Ознакомьтесь с материалами дела. Держать буду? А? Поням, что? Не отпускает. забыл предоставьте пожалуйста выкинули бывает мимо рамки маску москву нету деньги даете нет я сам покупать сами покупать как-то и бренжилет почему судьи без вас ходят от другим нельзя отмели отменили же вроде смотрели число бурлузки чех никитина хуруджи ходит без масок то такая мне указ а почему они мне указ мне ознакомиться с материалом дела на видео сниму полчаса все и общему идите груз да простите пожалуйста видим вячеслав видимо и к бурлузскому и к никитиной никитина приглашала бурлузки еще нет просто зайду а вас какой кабинет назвали бурлузскому говорит они дело сдали вам в приемную ну значит приемную а никитина не помню кабинет тоже рядом 418 там назначено где назначено я не помню кабинет никитина у нее назначены они до праздников еще звонили приглашали подпринуждение под вашим ресторсом вот это по-человечески вот это благодарствия что-то Да, знакомьтесь, интерьер-от-дела, мы не звонили до этих майских праздников. Мы давно уже сдали. Куда, в 105-й? 105-й. У нас ничего нет. 105-й обращаться? Да, да, мы все уже сдали, еще неделю назад, у нас вашего ничего нет. Добро, благодарствую. И в последнее время, что по почте вам направилось, тоже неделю назад. А еще нету чего-то? Неделю назад. А что так долго идет? А я не знаю, так почте. Ага, ну ладно, будем ждать. Все? Благодарствую. Здравствуйте. 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 Я бы хотел ознакомиться с двумя материалами дел. Судья кто? Бурловский и Никитина. Заявление писали? Да, давно. По Никитину еще до праздников звонили, приглашали, а по Бурловскому четыре дня назад направил. Сказали к вам обратиться и там, и там. По одному звонили вам, вы говорите, да? Да. До праздников. А номер дела, по которому звонили, скажете? Ну, сейчас найти надо. А фамилия ваша? Фамилия персоны Булгаков Антон Николаевич. Так, нашел номер дела. Диктуйте. 9-730. Что это? 730. Динара, а ты звонила Булгакову на ознакомление? Все, понятно. Ладно. 9-730, это Никитина? По Бурловскому нужен номер? Сейчас, секунду. Угу. Алло, Светлана Анатолина, скажи, пожалуйста, Булгакову звонили вы со знакомлением? А вот, а у вас нет, господи, мне же Никитина надо. Все, окей. Так вы в состав-то поднимались? Да. И что вам состав сказал? И Никитина и Бурловске сказали, обращайтесь в 105 кабинет, дело у них. Ну, они вернули, вам-то должны были направить, на почту-то получали. А на почту они отправили только определение, а мне все материалы на дело нужно на видео. Какой там материал дела? Ваш иск, возврат, определение, возврат и все. Ну, папочка же все равно есть. Какая папочка? Это наряд, это не дело. Это материал. Там вообще ознакомливаться в принципе не с чем. Вы истец был. Ваш иск вы знаете. Определение вам направили. Все. Нет, дело в том, что… Здесь нету дела. По девяткам нету дела. Разрешите вам пояснить? Да, пожалуйста. Ну, не даете слов сказать. Смотрите, дело было так, месяца четыре назад, нет, три где-то примерно, подал иск, он был завернут обратно, была подана жалоба в ХМАО, дело ушло в ХМАО, потом вернулось сюда. ХМАО завернул, сказал это заново рассмотреть. Никитина опять рассмотрела, вынесла определение. Вот это определение не отправили на почту, а материалы-то дела остались. Еще с ХМАО мне нужно сводкать, что они там решили-то. А вы не получали? Ничего не получал. Ничего не получал. А заявление-то ваше где? Через ГАЗ правосудие подано. До майских праздников. Они его рассмотрели, позвонили с стороны Никитиной, пригласили. Пожалуйста, приходите, ознакомьтесь с материалами, дело сказали. Сейчас сообщили, что отдельно определение направлено. А второе тоже обжаловалось? Бурлузский? Да. Нет. Там с первого захода он принял и два заседания приняли. 21 и 22. А по Бурлузскому получается двойка, не девятка. Я же вам это говорил, давайте сообщим по Бурлузскому. Там, да, двойка. 2-44-39. Еще раз. 42-44-39. Тоже двадцать первый? Год, да. 44-39. Угу. Седьмого. У меня только, значит, сегодня вы не слышали и все. Что, в коридоре подожди? Сейчас. Угу. Угу. У меня даже не сказали, что есть ознакомление. По Никитиной сегодня ознакомитесь. По Бурлузскому, скорее всего, завтра. Дело подниму, потому что секретаря нету, я за нее вам сделала. Пока посидите в коридоре. Добро. Присаживайтесь. Угу. Без оборотов на меня. Заполняем заявление об ознакомлении. Без этого никак? Нет, никак. Ну, дело в том, что я направил уже в свободной форме. Заполняем данное заявление. А тут какая-то уголовная ответственность. Я не понимаю, что только. Запорчу. А я никогда не порчу. Вы не смотрели мои видео? Мне не нужно ничего смотреть. Заполняем. У нас правила такие. Прежде чем ознакомиться с гражданским делом или с материалом, заполняем и подписываем данное заявление. Вы знаете, о Мельченко и… Я не буду с вами спорить, вы отвлекаете мое рабочее время. Вы заполняете и ознакомливаетесь. Без этого никак? Нет. Номер материала переписываем, фамилия, имя, отчество, дату, подпись. Оно получается не прошито до конца? Кто? На дело. Это ваше заявление. Оно подшивается в конце после того, как познакомитесь. Дело все прошито. В печати росписи нет. Где? Скрепляющие, но на нитках. На каких нитках? Ну, сзади которые. Где? Здесь вот. А здесь не нужны печать и подпись. Разве? Конечно. Это не просто отдельный документ, это дело. Обычно наклеивают бумажку, ставят печать кругло. Вы меня будете учить, как нужно работать, да? Нет, я вас не учусь. Ну, зачем мне говорить? Я вам рассказываю. Я вам ещё раз говорю, это не отдельный документ из трёх листов, который заверяется печатью и подписью. Это дело. Ага. И каждый документ здесь никогда не прошивается, не заверяется. Никогда? А эти номера страниц карандашом проставлены тоже так положено? Обязательно. Только карандашом. Такая инструкция, конечно. Только карандашом. Давайте не будем отвлекать. Ну, вы меня, я ознакомлюсь, вы меня отвлекаете. Это вы меня отвлекаете. Ну, мне нужно ознакомиться. Время. Давайте, ознакомьтесь. Читаю. А каким нормативным правовым актом предусмотрена вот эта вот уголовная ответственность перед ознакомлением с материалом дела? Давайте не будем у меня ничего спрашивать. Вы пишите заявление, подписываете, я вам предоставляю материал на ознакомление. Ну, вы знаете, вот такую штуку мне подсовывают не первый раз. И каждый раз ее убирают. Хорошо. Вы не будете ознакомиться. Вы отказываетесь ознакомиться с материалом дела? Выйдите из кабинета. Вы отказываетесь. Вы сейчас выйдите, пожалуйста, из кабинета. Нет, я выйду. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Вы сейчас, пожалуйста, сначала выйдите из кабинета. Вы мне отказываетесь ознакомиться с материалом дела? Скажите, отказываюсь, все, я уйду. Я сейчас буду другие действия проводить. Какие? Выйдите, пожалуйста, из кабинета. Мне нужно выйти. Вы представьтесь, пожалуйста. Выходите. главный специалист. Фамилия меня учится. Творникова Нина Михайловна. Благодарствую. Вы отказываетесь, да, ознакомиться с материалом дела? Я ничего не сказала, что я отказываюсь, или я попросила пока выйти из кабинета. Тогда будьте добры, ознакомьтесь. Я вас не могу оставить в кабинете, понимаете? А вы хотите уйти? Да. А я хочу ознакомиться с материалом дела. Выйдите, пожалуйста, из кабинета. Буквально на две минуты. Что-то я вас не пойму. То вы ознакомливаете, то не ознакомливаете. Это вообще не моя работа. Пригласите ответственного. Призятие. Да нет, по-бурлуцкому не хотят знакомить только завтра. А под Никитиной опять пытаются эту расписку по уголовной статье подсунуть. Сейчас сказали под... Не знаю, сказали подождать две минуты. Что-то вообще не хотят знакомить. Здравствуйте, Юр. Что-то там серьезное зашито. Да, видел. Что-то он не поздоровался. Да. Я на первом этаже, в 105-й кабинет. Да. Здравствуйте. Что, Николаевич? А что вы не хотите подписать на подписку? О чем? Об уголовной ответственности за порчу дела. А я ни разу не подписывал такую бумажку. Очень плохо. Всегда при ознакомлении с делом. Ну... Согласно инструкции по делу производства. Нам стороны дают расписку, те, кто знакомится с этой... Вы знаете, мне вот такую штуку подсовывали, именно вот такую, раза два у Амельченко и у... Не помню, у кого. И ни разу... А, у Ибруловского. И ни разу не обосновывали, чем это мотивировано. Ну, во-первых, уголовная ответственность предусмотрена уголовным кодексом. Статья здесь указана какая. Правильно. За порчу дело. Мы отвечаем за это дело. Сейчас мы вам как стороне по делу даем ознакомиться с материалами дела. У нас такой порядок. Это ясно. Вы мне поясните. Я просто не совсем понимаю, что происходит. Вы опасаетесь, что я испорчу дело? Да мы не опасаемся. Мы просто с вас берем расписку о том, что вы не будете портить дело. Так я вам и так говорю, я не буду испортить дело. Нам расписку дайте. Я вам даю мужское слово. Вам этого недостаточно? Ну, вы знаете, мужские слова у нас нет. У нас все посуществует порядок. Ознакомление с материалами дела. Так. Согласно которому люди сперва пишут заявление, в котором мы предупреждаем их о том, что за порчу материалов дела они несут уголовную ответственность. А назовите статью норматива права акта, которым предусмотрена вот эта ответственность. Я еще раз говорю, уголовная ответственность в уголовном кодеке. Ну, мы что, мы следствие ведем или что, или у нас уголовное дело какое-то? Причем тут уголовный кодекс? Что дело у нас предусмотрено? У нас существует форма заявления об ознакомлении, которая установлена департаментом, судебным департаментом. Ну, насколько мне известно, в форме 62 нет вот этой статьи про уголовную ответственность. Ну, зайдите, там все есть. Это форма оттуда распечатанного заявления у нас. Существует форма, мы же не сами ее придумали, правильно? Это порядок. Извините, а вас как зовут? Екатерина Владимировна меня зовут. А, фамилия на память? Начальник отдела Сторожева Екатерина Владимировна. А, мы с вами знакомы? Да, мы с вами знакомы. Екатерина Владимировна, я присутствовал до закрытия суда в здании городского суда и ни с каким актом меня не знакомили. Почему? Вы отказались в присутствии службы судебных 300 представителей в моем присутствии, присутствии секретаря суда от ознакомления с материалами дела. Это не... Я вам еще раз говорю, это неправда. У меня есть четыре очевидца, и мы тоже составили свой акт, что вы мне отказали. В Стругутском городской суде сдали акт, он приобщен к материалам дела. Все свои доказательства, пожалуйста, вы вправе теперь приобщить, то есть представить в суд Хмалу игры при осмотрении вашей апелляционной жалобы. Это все будет сделано. Вы мне подскажите, как мне ознакомиться с материалами дела в присутствии своих представителей? Вам была предоставлена возможность, вы от нее отказались. То есть один раз предоставляется возможность? Вы вправе, пишите еще заявление. На то заявление, которое вы нам подавали, все мы вам его ответили. Нет, казалось. Но вы меня также будете закрывать в кабинете с судебными приставами и устраивать провокацию? Я ответила на ваш вопрос. Вы мне подскажите, я могу... ...заставлен акт. Екатерина Владимировна, я могу ознакомиться с открытой дверью в этом же кабинете без присутствия судебных приставов. Дело в том, что мне мои доверенные лица нужны для того, чтобы они видели, что я никого не собираюсь провоцировать, не совершать никаких правных действий. Алло. Алло. Да, да, да. Вы кнопочки нажимаете? Алло. Вы зачем кнопочки нажимаете? Екатерина Владимировна, прекратите устраивать диверсии. Алло. Екатерина Владимировна, ну что это такое? Специально нажимает кнопочки, чтобы создать помехи. И потом трубку бросает. Звоним еще раз. А, мы с вами знакомы. Да, мы с вами знакомы. Существует порядок, это не только у вас он существует при ознакомлении с делом. Со всеми гражданами, кто приходит знакомиться, все заполняют эту форму заявлений. Мы берем расписку. И после этого только люди у нас знакомятся с материалами дела. Вы мне подскажите, я хочу ознакомиться с материалами дела, после чего я вам ставлю расписку, что я ознакомлюсь с материалами дела. Но вот эту штуку я не хочу заполнить. Почему? Что вам мешает? А я не вижу основания. На каком основании? Порядок. Существует порядок. Где этот порядок прописан? Я еще раз вам говорю, существует порядок, установленный для нас департаментом. Вот тут смотрите, написано форма 62, да? А кем утверждена? Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Вы с ним можете ознакомиться. Она касается кого? Сотрудников аппарата суда? Почему? Это заявление пишут граждане при ознакомлении с материалами дела. Ага. Эта форма утверждена? Эта форма утверждена инструкцией. Зайдите и посмотрите. Инструкция судебного департамента? Судебного делопроизводства, да. В районном суде. Я у вас работаю. Вы заявление приходите на ознакомление. Вы не хотите с нашим порядком? Вы знаете, вот такое впервые в моей жизни происходит. Мы очень жаль, что впервые. У нас уже давным-давно существует такой порядок. Я раз как минимум 50 ознакомился с материалами дела, и такая проблема возникла впервые. Вы не будете ознакомиться. Я хочу ознакомиться с материалами дела. Значит, вы будете ознакомиться при собственной приставе, если вы не хотите заполнять расписку. Пожалуйста, зовите. Спасибо. Благодарство. Это же получается дело по Никитиной, да? А вы же говорили, там нету материалов. Я думал, смотрите, сколько. Листов 50 где-то. Все-таки есть? Вот на мой взгляд, это вот, прежде чем с вами разговаривать, вот с вас надо вот такие расписки брать. Не задумывались об этом? Здрасте. Тут я так понял опасение, что я могу испортить материал и сделать. Видимо. Будет ознакомиться, да? Конечно, обязательно. Благодарство. Могу, могу, да? Благодарство. Вас как зовут, напомните? Андрей? Александр? Андрей. Андрей. На всякий случай, говорю сразу, даю мужское слово, я не собираюсь ничего тут портить. Я постарю, посмотрю. Я знаю, что вы не будете. Я не возражаю, я доказаю. Ну, факт в том, что какое-то непонятное недоверие идет. При том, что без повода вообще, без единого. Ну, полагается расписку написать, понимаете? Нет, так я не против, я после напишу, что я знакомился. Ну, вы заранее должны написать. Заранее, что я не собираюсь портить? Ну, конечно. Я никогда такое не подписывал. А, давайте знакомимся. Серьезно, говорю. Время-то оно идет. В следующий раз надо срок отсидеть, да, чтобы познакомиться с материалом дела. Так, что ли? Так, вот так дело выглядит. Прибита на скрепку. Что тут у нас прибито? Подскажите, аудио-видео материала никакого нет? Аудио-протокол, видеопротокол. На дисках не приходилось хмала? Все в деле. Так, все, дело в порядке. Вот оно, ничего не порвано, все целое. На заявлении пишем. Расписку надо? Я вот здесь обычно оставляю. Здесь вот пишу. Здесь как раз, это и есть порча? Дорога. Конечно. На заявлении, под которым вы просили ознакомиться. Здесь пишите. Давайте здесь напишем. С материалами. С материалом. Ознакомлен. А вы вот эту бумагу подошвете? Я обязательно буду подшивать. Все, договорились. Пишем. С материалом. Да я сам знаю, что писать. Ознакомлен. Я сам знаю, что писать. Путем фотографирования. Вы не волнуйтесь, я знаю, что писать. Пишите. Вы позволите? Пишите. Честно. Благодарю. Так, а доступ через газ правосудие-то не был предоставлен? Это кому вопрос? К туда, к секретарям, да? Никитиной? Не ко мне, это точно. Угу. А мне всегда позволяли, вот здесь вот всегда писать. Это и есть порча, дело. Ну, если бы это была порча, они бы не сказали. Я в них спрашивал, можно здесь? Они говорят, можно. Кто вам сказали? Ну, секретарь предыдущий. Ну, я не знаю. Секретарь Бурлузского, секретарь Мельченко. Не знаю. Они что, значит, мы шли... Как раз за это вы и должны были расписаться, что нельзя писать. Ни на корочках, ни на листочках. А мне же никто не пояснил. Я спросил разрешение. Я же по-честному, добросовестно поступил. Я вам говорю, писать где. Вы там и пишете. Ну, с вами я тоже добросовестно поступаю. Вы сказали, там нельзя. Здесь можно, пожалуйста. Просто я не понимаю такой реакции. Пишем на своем заявлении, на котором вы просили, чтобы вас ознакомили. С материалами ознакомлен в полном объеме. Путем фотографирования. Фамилии и инициалы. Подпись, дата. И зачинем эти ладово все по совести, по золу сердца, во светлую радость. Ну, все нормально, ознакомили. Сейчас все это пишу и выхожу. Да, верно, да. Все, целость и сохранность, как всегда. Благодарствую. Все. Всего хорошего. До свидания. Рад тебя видеть. Да мы раньше поздоровались. Что-то они нервничают. Не знаю, что такое. Что-то они нервничают. Давай. Благодарствую. До свидания. До свидания. Благодарствую. Прикол? Да, они что-то это, прикол какой-то поймали. Пропустили без маски, все нормально. То есть, но, это, сквозь рамку. То есть, Кабаченко, он, у нее как бы, это, что-то у нее там внутри, что-то, это, сопротивляется. Это, Вячеслав. Короче, сходил наверх. Ну, Никитиной сказали, дело сдали вниз, в ступятый. Потом сходила к Барлускому, то же самое сказали, уже в ступятом. Ну, как оказалось, они вот, пока я спускался, они туда, дело, короче, сразу. Лишь бы не это, со мной вообще не сталкивался. Короче, это, прихожу в ступятый. Там женщина что-то очень долго искала, искала эти дела. Короче, сказала, дело Барлуску, не готово. Ну, такая вот кухня, понимаешь, сургутская городская кухня. Не досолили. Да, не надо, не заводи. Не досолили, короче. Вот. Потом сказали, что там, в принципе, нет никаких материалов там Никитиной. Там просто определение, понимаешь? А вам его выслали на почту. Я говорю, ну, это замечательно, что выслали. Ну, там же было это. Дело отправляли, во-первых, Хмава. Во-вторых, оно с Хмава вернулось. То есть, там, по-любому, там, страниц 20, как минимум. Должны быть материалы дела. Ну, тут она поняла, что развести не получится. Начала нервничать. Повышать голос. Что-то как-то немножко не по-человечески общаться. И, короче, подсунула вот эту расписку, расширенную причем. Там на формат А4 они уже сочинили там уголовную ответственность. Здесь 94-я статья. Запорчивает материалов дела. И что ты сделал? Ну, я почитал внимательно. Сказал, нет, я не хочу. Не хочу эту бумагу заполнить. Вот. Она разнервничалась, пошла, начальницу позвала. Сторожева. Наталья Владимировна, по-моему, мы с ней знакомы. Мы с ней знакомы. Да, мы с ней, это, раньше она меня, это, по этим, по прокурорам, когда дело было, они не хотели меня знакомить. Акс оставили, что якобы я сам отказался. Вот. Она вышла, я не узнал, естественно, она же в маске. Я говорю, представьте, она назвала. Еще, я говорю, о, так мы знакомы, ну да. Я говорю, а в связи с чем это связано? Ну, у нас внутренняя инструкция. Я говорю, ну, я же у вас не работаю. Ну, крыть нечем, короче. Она в итоге говорит, ну, тогда вам придется с этой, мне придется позвать судебного пристава, и будете знакомиться в его присутствии. Я говорю, да не вопрос, зовите. Че, Кабаченко пришел? Нет, Цыганков, не помню. Или Цыганенко, не помню, как у нее фамилия. Ну, он назвался Андреем, у меня там буква А стоит. Вот. Я говорю, ну, смотри, говорю, я тебе сразу говорю, мужское слово даю, я не собираюсь тут ничего портить. Он, да, давай, крыть знакомься. Ну, с улыбкой уже, понимаешь. Ну, и все. Познакомился, снял на видео, говорю, вот, все, все в порядке. Живо, не живо, не вредимо. Она, это, причем такое дело интересное, знаешь, это. А, выяснилось, что вот эта уголовная ответственность, они как раз хотят, чтобы меня предупредить в связи с тем, что я на корочке обычно сзади расписываюсь. Она говорит, это и есть порча, дело. Я говорю, в смысле порча? Я говорю, всегда спрашивал, можно тут расписаться? Они говорили, можно. Я же добросовестно поступал. Она говорит, вот это и есть порча, говорит. Вот за это и берут это уголовное ответственность. Ни хридаси. Это, получается, если бы я сейчас подписал вот эту бумагу, да, об уголовной ответственности, и они бы сказали, вот тут на корочке расписывайтесь, как обычно. И все. И тут менты бы сейчас приехали. ОМОН, это, Росгвардия, короче, это. Как там это? Ну, понятно. Ну, короче, вместе с ОМОН, Росгвардия, полиция, все бы приехали. Понимаешь, вместе с кинологами, там, с белыми халатами, все бы приехали. Ура! Ура, вексели, спортили, да? Не, ура, уголовная ответственность. Понимаешь? Ну, я и пояснил, говорю, а что, говорю, мне разрешали всегда. Так что тут нет никакого умысла. А сейчас он мне сказал, там они, знаешь, как сделали? Сейчас смешно. Дело, короче, вот эта корочка, да, обычно, лицевая сторона. Они к этой корочке сверху, степлером, прикрепили три листка. И, говорит, вот на этом верхнем листке расписывайся, короче. Чтобы его выкинуть потом, да? Ну, не знаю, что с ним будут делать. Она говорит, она его, она сказала, что она его подождет обязательно, потерял ему дело. Ну, пыталась мне диктовать, что мне надо писать. Я говорю, не надо, я сам скажу. Ну, и все. Ознакомился, вышел спокойно. Ужим здоров. Всем привет. Ой-ой-ой-ой-ой. В чем она заключается? Что еще раз? Порча, говорю, в чем она заключается, бошки? Ну, я не знаю, видать, обложка имеет, это, как тебе сказать, ценность, value, accept for value. Ну, да. Я же не просто так на обложке написал, потому что... То есть, они, короче, боятся записи на обложке. Да, они, вот... То есть, порча дела, это именно раскрыто, закрывающие надписи на обложке. Получается, обложка имеет значение, с закрывающими надписями. Получается, вот, король Елена Петровна, Бурловский и Амельченко встряли из-за этих надписей. Совершенно верно. Так я не понял, ты что, расписался все-таки на этом источке? Ну, я как всегда. Нет, на обложке не... На обложке нет. То есть, я ничего не писал на обложке? На обложке нет. А на задней? На задней нет. А что, не писал на задней? Ну, она же сказала, это порча имущества. Ну, порча дела, получается. Каким образом? На какую законодательную базу? Ну, я ему говорю, сошлитесь. Она говорит, вот форма номер 62, утвержденная департаментом. Я говорю, а где написано, что она утверждена? Нету. Где? Печать, роспись, штемпели. Я говорю, она обменившаяся, зарегистрирована. Она говорит, зарегистрирована. Нет. Ну, я предполагаю, что они боятся именно вот этого. Опасаются именно без оборота на меня. Без акцепта, без ущерба. Вот эти надписи. Посмотрим, что дальше. А что там, бумаги есть, какие-то новые, нет? Да я не смотрел, сейчас приеду домой, посмотрю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!